привет всем сегодня 25 октября 2021 года плюс 4 градуса на улице наконец-то розари розари я укрыла на это ушло с расставлением дуг и с накидыванием у утра силы пять дней даже может быть было бы меньше но были ветра и ураганы которые помешали которые помешали работе тем не менее все получилось осталось только кое-где разложить отраву лимошей под укрытие в такие бутылки обрезанные я буду допустим в данном случае мне осталось несколько пакетов ротобора насыплю по две столовые ложки и разложу под укрытие на случай мышиной атаки гортензии кое-где в критичных местах вот под елками например я обвязала шпагатом и стянула побеги здесь у забора и газовой трубы мне получился целый театральный занавес для двух роз фламинтанц и робуста перекинула просто через трубу материал здесь три дуги держат эти огромные розы но расстояние конечно один или больше чем 60 сантиметров ну пусть так принципе роста сами по себе надежные устойчивые и материал типа дарнит плотненький хороший материал у меня везде разный и спонбон 60 и вот куске такого укрывного более толстого кое-где спонбонд более плотный где-то на 100 микрон по моему вот этот салатового цвета ну тоже в общем то в не в один слой полтора в два грядку со своими прикопанными розами в горшках я тоже накрыла по доскам разложила доски по краям положил кирпичи ну и сверху лопату для надежности посмотрим как они перезимуют это те саженцы которые я не спешила высаживать в грунт из-за того что их состояние у меня вызывало вопросы клубнику тоже накрыла кусочком оставалось у меня на всякий случай мета секвой уже побурела порыжила и уже сбрасывает свои хвойные листья вот такая у нее проглядывает гора это не болезнь все с ней нормально сегодня наконец слила воду из всех бочек у них уже был толстый слой льда где-то сантиметра два пришлось с помощью насоса все это сливать и пролила так сказать влагозарядковой туи некоторые хвойные вот чтобы воду напрасно не сливать на землю вот все освободила бочки привернула до следующего сезона у нас за заборе растут вот такие верни как растут стоят вот такие березы которые наша администрация не спешит спиливать говорит пока говорят пока есть одна хоть живая веточка они не имеют права спиливать ну что самое потрясающее я все жду когда они сами как-то упадут и вот был ураганный ветер не хоть бы хны этим березам и они сами не падают зато падают другие деревья вот в этом прелеске это участок буквально в 300 метрах 200 от дома вот так сломала березу сейчас подойдем поближе вот этим вот ураганом ветра и она упала на соседние березы но самое обидное упала огромная ель вот такое дерево бедное упало прямо на моих глазах я стояла во дворе дома и видела как она падала конечно очень эпичное зрелище сейчас разберемся почему она упала елка высотой метров 30 наверное вот с таким огромным стволом здесь наверное сантиметров 80 в принципе можно было бы предположить что елку упала из-за того что ну и если издалека смотреть что и вырвало с корнем там допустим поверхностная система корневая у елки они стержневая но если заглянуть внутрь то вот какая беда происходит в наших лесах все изгрызана внутри пароедом вот такой вот мощный ствол ослабленные этими жуками при большом порыве ветра упал очень жалко конечно прям так и хочется что-то сделать из этих обломков но пока ничего не приходит в голову древесина здесь совершенно такая трублявая и вот береза тоже с ней все печально поэтому она тоже не выдержала таких напоров вот тут еще одна елка на высоте наверное метров 4-5 4,5 наверное тоже обломилась и упала ну это в общем я к чему что все-таки наши хвойные которые хотя бы у нас на участках надо обрабатывать потому что вся эта зараза и болячки и вредители находятся очень рядом перелетают и как-то надо этот момент отслеживать и хотя бы свои растения сохранять если уж лесничество не заботится о состоянии леса не чистит не вырубает все заболевшие то мы хотя бы должны свои растения попытаться сохранить рододендроны рододендроны я тоже обработала обигопеек розы обрабатывала под укрытие и рододендроны так же вот остались пятнышки на всякий случай клематисы свои я укрываю вот просто вот так обрезала положила здесь в два слоя утросил кусочек и сверху ящик и вот еще один это мазури а здесь у меня будет зимовать тайга надеюсь все розоводы средней полосы вздохнут скоро спокойно выдохнут после тяжелой работы по укрытию и смогут уделить время себе семье кстати говоря вчера посмотрела очень хороший фильм давно собиралась называется «Версальский роман» на нашем переводе это последний фильм в качестве режиссера и актера Эллен Рикона там же в главной роли Кейт Уинслет играет посмотрите очень хороший фильм на тему садоводства увидите там знакомые имена знакомые названия розы вообще очень красивый фильм с любовной темой с красивыми нарядами и ландшафтами очень рекомендую это фильм 2016 года так что сейчас станет побольше свободного времени обязательно нажмите на кнопку проигрывателя порадуйте себя чем-нибудь на этом прощаюсь с вами спасибо, что были идти несколько минут со мной пока-пока пока 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 пока